Всем привет! Я Юрий Шатохин. Сегодня хочу ознакомить вас с программой Unlocker, которая на русском языке бесплатная и с ее помощью можно удалить любой неудаляемый файл. Под описанием на YouTube этого видео я дам ссылку на официальный сайт, на который вы кликнете, и сразу пойдет закачка. Вы скачаете последнюю версию Unlocker 1.9.1. Сейчас я вам продемонстрирую, как можно удалить системную папку. К примеру, на диске C есть папка систем, волум и информацион, в которой находятся контрольные точки восстановления системы. И вот на ней я продемонстрирую, потому что ее сразу удалить невозможно. И вот я вам покажу, как. Вы скачиваете Unlocker, устанавливаете, и программа прописывается в контекстном меню правой клавиши мыши. Кликаем правой клавишей на файле или папке, которую хотите удалить, и нажимаем на волшебный Жезл Unlocker. Если нам показывает вот такое окно, где есть в меню удалить процесс, разблокировать, разблокировать все, то сразу выбирать удалить нельзя. Нужно выделить этот процесс или эти процессы. Можно нажать разблокировать или разблокировать все, когда этих процессов много. И сначала разблокировать. Если вы выберете удалить и сразу удалите, у вас могут возникнуть проблемы, вплоть до того, что у вас будет крах системы, и будет очень много проблем. Вот сейчас нажимаем разблокировать. Тут у нас все уже разблокировано. Опять выбираем правой клавишей Unlocker. И теперь видим вот это вот окно. Если вот такое окно, когда вы хотите удалить системный какой-либо или неудаляемый файл, вы выбираете действие удалить и жмете ОК. В большинстве случаев удаляется сразу, если вам показывает окно, что удалить файл возможно только после последующей перезагрузки, соглашайтесь. И если вы хотите, сразу перезагружайте или перезагрузите, когда захотите. Потом этот файл будет удален. В принципе все. Но я хочу вам продемонстрировать еще одну программу, которая точно так же, как Unlocker, удаляет неудаляемые файлы. Если у вас установлена программа TuneUp Утилиты, то мы нажимаем на, я вам демонстрирую на системной папке, системы Volume Information, так же правой клавишей, и выбираем TuneUp Уничтожитель, который есть, эта функция есть в любой версии TuneUp Утилиты. Нажимаем Уничтожитель, и нам появляется окно, где можно выбрать три варианта удаления, но обычно хватает быстрого. И в отличие от Unlocker, где процесс удаления не показывается визуально, здесь идет видеоряд. Когда вы нажмете Да, то вам будет показана строчка, где будет показан процесс удаления. Очень удобно. И вот этим она немножко отличается от Unlocker, а так эти программы практически одинаковые. К примеру, я в одно время, когда у меня на диске D была установлена Windows 7, и мне нужно было ее удалить, а форматировать этот диск нельзя было, потому что кроме Windows 7, у меня на диске D было установлено много нужных, находилось много нужных мне файлов, я удалил Windows 7 поэтапно, по папочкам, по категориям, Unlocker и TuneUp Уничтожителем. То есть, никаких проблем с удалением даже такого огромного массива системных файлов, как Windows 7 нет. Применение двух программ дает сокращение времени, то есть, ими можно пользоваться одновременно. Unlocker удаляем одни группы файлов, TuneUp Уничтожителем другие. Ну, а если вы хотите просто удалить какой-то файл, то вам хватит какой-то одной программы. На этом все. Надеюсь, что вам это пригодится в жизни. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. До новых встреч. До свидания.